как олигархи спонсируют войну сколько получает на ней пригожин когда россияне рассчитаются по долгам и как отразиться на кошельке каждого блокада черноморских портов про все это и не только сегодня в программе ваши деньги я сергей мальнев начинаем на прошлой неделе морские дроны поразили две военные цели возле новороссийска большой десантный корабль и танкер фактически судно снабжения перевозившая топливо для российских оккупантов после того как украина объявила зоной военные угрозы акватории черноморских портов рф под вопросом оказалось ни много ни мало 40 процентов всего нефтяного экспорта россии а это триллионы рублей как война которую путин привел в черное море ударит по бюджету страны и кошелькам простых граждан разбираемся в пятницу 4 августа украина опубликовала уведомление которым объявил акватории шести российских портов черном море находящимся под военной угрозой речь идет об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов анапа на россии с геленджик туапсе сочи и тамань а в принципе ответная реакция вполне адекватно как как говорится в эту игру могут играть вдвоем двое и украина в данном случае создает все условия для российской террористической черноморской флотилии чтобы она попросту покинула черное море ну когда-нибудь в кастре например ушла после выхода зерновой инициатива рф заявила что все суда которые будут направляться украинские морские порты с 20 июля будут рассматриваться агрессором как потенциальные перевозчики грузов военного назначения тогда же украина выпустила зеркальное заявление предупредив о том что будет рассматривать все суда которые будут направляться в рф или оккупированные украинские порты как перевозящие грузы военного назначения российская страна не особо-то и отреагировала в принципе но слишком переоценивали свои возможности после того что случилось с оленигорским горняком а также с танкером который перевозил российскую нефть конечно они на это теперь уже обратили внимание недавняя атака на оленигорский горняк дала понять россиянам всю серьезность украинских заявлений россиянам стоит бояться того что практически каждое судно уже не только военное но это может быть и коммерческая может быть расценено именно как военная цель как цель для удара принципе уже такие примеры мы видели черное море становится зоной боевых действий и россия может потерять доходы от своих основных нефтяных портов украина впервые поставила под угрозу морской экспорт нефти рф но даже нефтяные потери у рф не такие большие как репутационные унижение которого еще не было в современной истории ни у одной страны почему потому что страна которая имеет флот у которой есть военные корабли проигрывает битву на море стране которой флота и флотилии нет то есть сейчас россия входит в историю ну действительно как они любят говорить не имеющий аналога в мире да они входят как никто другой в истории не имеющий аналога в мире проигрывая морской бой стране у которой нету флота нацвалюта продолжает падение и приближается к символической отметке в 100 рублей за один доллар в то же время естественно растет инфляция причем во много раз быстрее чем говорят вам пропагандисты кремля правда про плачевное состояние экономики и неутешительные прогнозы экономистов далее в нашем эфире инфляция в россии разгоняется с невероятной скоростью повышение цен на продукты невозможно не заметить и это далеко не конец жуткий аромат надвигающейся инфляции разносится по коридорам и кабинетам центробанка ростат рисует невероятно красивую картинку инфляция в годовом выражении на уровне 3-4 процентов приближенные к путину чиновники рассказывают те же самые сказки инфляции вы прекрасно владеете цифрами на начало июля она составила 3,4 процента в годовом исчислении по мнению всех экспертов она не она не превысит по мнению экспертов 5 процентов будем смотреть но все это с трудом прикрываемое вранье повышение зарплат не успевает за ростом инфляции уже много лет подряд но сейчас разрыв россиянам заметен как никогда раньше периодически им рассказывают про три с половиной процента периодически не слышит про 4 процента реальные располагаемые доходы при этом падают последние 12 лет с 14 года реально располагаемые доходы населения не растут реальная инфляция по оценкам исследовательского холдинга рамир уже сейчас составляет целых 17 процентов это в пять раз выше официальных данных рост цен концу года составит от 15 до 21 процента по корзине то бишь того что будет у вас на столах рост считает оценку инфляции по пяти сотням товаров и услуг а холдинга рамир в свою очередь делает анализ по 15 миллионам реальных покупок совершенных с 2008 года по сегодня они заявляют что каждый месяц инфляция растет от полутора до 4 процентов и подобными показателями путин пытается тешить население у нас результаты во всяком случае пока скажем так осторожно лучше ожидаемых ранее лучше прогнозных невозможно не знать о реальном подорожании товаров в разных регионах россии регулярно трубят о том что цены взлетают вверх и впереди будет только хуже нас ждет резкое удорожание денег и это означает что ситуация с инфляцией реально вот выходит из-под контроля доходы от нефти которые в прошлом году помогали удержаться на плаву заканчиваются был какой-то запас денег заработанных в прошлом году на высоких ценах на нефть эти деньги некоторым образом помогли российской экономике продержаться но вот сейчас уже мы видим что тучи становятся совершенно грозовыми и ситуация начинает кардинально меняться нефтегазовая страна больше не может зарабатывать на этой отрасли как раньше потому бюджет несет небывалые потери и все это из-за начатой путином войны все проистекает из бюджета значит население получает деньги из бюджета это выплаты всякого рода мобилизованным военнослужащим их семьям это какая-то поддержка малоимущим слоям населения это заказы на военную продукцию которые вливаются деньгами в экономику и вот за счет этого возникает ощущение что вроде как бы все хорошо вроде как бы идет рост на самом деле это все деньги бюджета на деньги бюджета они имеют то неприятное свойство сначала бюджет их должен получить а с вот этим как раз у бюджета как было плохо так и становится плохо теперь в поисках денег путин и его окружение будут облагать налогом все что только смогут доходы опять-таки должны расти например от экспорта от экспорта не растут нет все что происходит за счет роста экспорта себе забирает это государство объявляет дополнительные налоги повышает ндп и сами компании изъявляют воле изъявления для того чтобы дополнительно заплатить налоги за счет валютной переоценки то есть получается здесь особого роста не наблюдается если чуть лишнее найдут значит все заберем для фронта то что могло пойти на повышение зарплат на развитие экономики кремлевские чиновники отбирают и отправляют на войну у всех были свои планы на развитие все думали о том что с этими деньгами сделать вот государство и просто отправить в топку на фронт люди пойдут убивать других людей мирных ни в чем не повидно и стрелять ракетами снарядами которые будут производить ну в общем вот те за те сбережения компании которые могли пойти на развитие развитие экономики пойдут вылетят трубу в полном смысле этого слова инфляция растет причем в разы быстрее чем путин рассказывает об этом с экранов телевизоров его не волнуют россияне его не волнует голод своих людей единственная задача диктатора удержаться на троне любой ценой продолжаем тему инфляции все дорожает в том числе и автомобили причина в том что власть теперь чтобы латать бюджетные военные дыры берет куда больше налогов обещанное импортозамещение не работает якобы друзья китайцы все задирают и задирают цены кого благодарить за все это вы конечно знаете но мы покажем еще раз поехали кремль все-таки добился впечатляющего роста автомобили в россии станут реально роскошными ну правда в том плане что позволить себе такую роскошь смогут разве что богачи но это прям существенно подорожают все новые автомобили а за ними и потянется бушка так что ребят тачки опять растут цене потому что и без того многострадальный авторынок чинуши решили еще больше подоить с 1 августа этого года повышают утилизационный сбор ставки уже известны на легковые автомобили сбор увеличивается от 1,7 раза и до 3,7 раза в зависимости от объема двигателя как будто мало было властям и без того рекордного подорожания в прошлом автомобили в россии по итогам 2022 года в среднем подорожали на 24 процента при этом иномарки сразу на 40 процентов говорится в итоговом отчете росстата все якобы для заботы об экологии на деле же как утверждает эксперты про лоббировали очередное обдиралово заводы автоваза и прочие производители чтобы банально задавить конкуренцию допустим какие-нибудь черри амода эксиды те самые китайцы которые любят сейчас в россии у которых там полторашечный мотор новый утилизационный сбор был 178 тысяч рублей а стал 300 тысяч рублей то есть но прям существенно убирают также и льготы на оплату утилизационного сбора с 1 августа для частных лиц льготный утиль сбор 3400 рублей сохранится только при трех условиях машина остается в собственности в течение 12 месяцев физическое лицо возит не более одной машины в год объем двигателя автомобиля не превышает 3 литра во всех остальных случаях граждан обяжут платить по тем же тарифам что и юрлиц если вы прикупили себе автомобиль от двух до трех литров и вы решили его продать допустим это mazda cx 5 это 2 и 5 альфард это харьер какой-нибудь на 2 и 5 мотор либо lexus неважно от 2 до 3 литров при продаже данного автомобиля ранее чем вышло 12 месяцев с его постановки на учет ввоза в россию вы должны будете доплатить 1 миллион 279 тысяч рублей соответственно тоже любая перепродажа не имеет смысла потому что ваша цена она она будет неадекватно рынку но ведь прошлом году из россии ушло 46 автопроизводителей которые составляли 80 процентов рынка страны автовазу все еще мешают конкуренты и вообще сколько лет уже власти обещают импортозамещение но результат один российские производители выдают сильно устаревшие модели например лада гранта классик без абс то есть антиблокировочной системы блок абс на гранте стоял вот в этом месте около воздушного фильтра теперь его нет здесь зияет дыра в случае заноса абс специально прокручивает колеса чтобы машина оставалась управляемой опасность блокировки колеса стоит в том что при резком торможении ли в случае торможения на скользкой дороге водитель может потерять управление транспортным средством из-за неконтролируемого скольжения заблокированных для россии съем многомесячными кололёдами это просто жизненно необходимо вот как тормозит авто с включенной системой а вот с отключенной машину очевидно заносит и тормозной путь сильно растет при аварии жизни около 30 процентов водителей может спасти подушка безопасности но не владе гранта классик подушек безопасности сейчас в гарантии нет потому что их поставляла компания джей сс это фактически бывшая токата она имеет этой компании свое производство в городе ульяновск но сейчас из-за перебоев с комплектующими не может в нужном количестве поставлять подушки то есть российские производители впаривают просто-напросто опасные для жизни авто и при этом по цене хороших заграничных аналогов либо же победом инноваций просто завозят готовые китайские авто и всего лишь меняют шильдик на якобы российские марки опять же заламывая цены да и вообще китайские друзья оказались не такими уж и друзьями после санкций россиян убеждали будете покупать машины из поднебесной они не хуже западных зато сильно дешевле но оказалось китайцы не прочь воспользоваться дефицитом и задрать цены повыше а цены на китайские машины вообще растут как бы по инерции к тому же крупнейшие китайцы вроде джили черри ховал регулируют свою цену не только напрямую а имеет возможность изменять размер скидок которые они предлагают клиентам да хоть каждый день а дефицит серьезной запасы западных авто у дилеров заканчиваются плюс япония в конце июля 2023 запретила экспорт своих авто с двигателем объемом свыше 1,9 литра и нехваткой авто в россии пользуются даже иранцы начинают импортировать свои тоже устаревшие авто это же по высоким ценам а государство вместо того чтобы снизить пошлины просто обдирает своих граждан и по полной программе в целом налоги на авто могут доходить до половины стоимости например машины которые за границей могут стоить около 2 миллионов рублей в россии перепродают уже за четыре с половиной миллионов а то и больше ассоциация автодилеров написала господин мишустину прошение о том чтобы отложили вот данного закона по корректировке утиляционного сбора его ставок на код неопределенный срок будущем потому что этот закон он усугубит положение вообще в принципе все но власти конечно же не прислушались в результате теперь в россии может увеличиться количество старых авто а собственный автопром вырасти все равно не сможет при этом современные авто мировых брендов станет просто роскошью а ведь не было бы войны в россии как и раньше работали бы десятки заводов лучших производителей давали бы рабочие места и дешевые при этом качественные авто но пути несты разрушили это чтобы просто усидеть при власти до смерти есть новый исторический рекорд долги россиян за жкх за год увеличились еще на 72 миллиарда и совокупно по стране достигли просто космической суммы 876 миллиардов рублей причиной тотальной неплатежеспособности населения страны непосредственно связаны с войной санкциями ну и тем что это самое население десятилетиями держит у кормушки свору преступников и коррупционеров пока путин строит из себя великого геополитика прощает долги африканским странам многие люди там еще не доедают и цинично без остановки тратит миллиарды на массовые убийства украинцев в самой россии люди стремительно беднеют многим не хватает денег на элементарное потому оплату за жилищно коммунальные услуги откладывают в долгий ящик это говорит о нарастающей бедности народа то есть не хватает у многих семей денег чтобы заплатить за жилье газ электричество долги россиян за коммуналку стремятся к триллиону рублей уже достигли рекордной отметки в восемьсот семьдесят шесть миллиардов рублей по итогам первого квартала две тысячи двадцать третьего года об этом пишут российские медиа ссылаясь на ростат задолженность россиян перед ресурсоснабжающими организациями которые поставляют дома воду тепло и электричество выросла на 15 и 8 процентов перед управляющими компаниями на 1 и 2 процента но если такие данные озвучивает ростат которые журналисты и эксперты неоднократно ловили на вранье это значит что в реальности картина куда хуже там же даже растет очень сильно закредитованность вот не банковских организаций то есть люди занимают деньги чтобы расплатиться за жилищно коммунальные услуги аналитики в один голос утверждают долги за коммуналку растут потому что доходы россиян падают а тарифы на услуги постоянно поднимают тарифы на газ электричество теплую холодную воду там постоянно растут в прошлом году где-то два раза по семь процентов в этом году еще будет рост тарифов а доходы граждан не растут в прошлом году в россии цены на коммунальные услуги летом в среднем выросли на 45 процентов а потом их подняли еще раз в декабре внепланово на 9 процентов свет включать не будем лишний раз колбасы уже не купишь прорыву забыли после этого кремль в лице минэкономразвития региональные путинисты и сам российский диктатор клялись что в 2023 году повышения не будет но соврали снова уже в январе этого года в российских регионах выросла плата за капремонт в одних областях на 6 процентов а в других таких как хантамансийский автономный округ на все 13 с 1 января 2023 года увеличится сумма взноса на капитальный ремонт почти на 13 процентов чтобы вы понимали если вы платите допустим тысячи рублей фонд каждый месяц то с 1 января сумма увеличится на 129 рублей в апреле подняли стоимость тарифа для многоэтажек на общедомовые ресурсы после этого в ряде российских городов даже прошли митинги против повышения коммуналки мы пенсионеры уже вообще не мы не скоро не сможем платить за квартиру за двухкомнатную квартиру отдавать девять с лишним тысяч сейчас о новом росте цен на жкх кремль молчит но местные управленцы уже анонсируют подорожание в 2024 году так губернатор ростовской области василий голубев предложил повысить тарифы в следующем году максимально на 9 процентов но это не значит что суммы платежках россиян целый год не будут расти плату за радиоточку и антенну платежи за содержание жилого помещения и взносы на компремонт могут повышать в любое время поэтому от повышения общей стоимости коммунальных услуг никто не застрахован коммуналку кремль вынужден повышать ведь из-за непомерных трат на войну и действия санкций растет дефицит бюджета страны агрессора война же и изоляция россии от мировой экономики влечет обнищание россиян а отсюда и рост долгов за жкх которые и дальше будут расти увеличивая количество экономических проблем в стране террористе война может специальная военная операция как они говорят не влияет но война сильно влияет она ведет к бедности и я уверен что эта цифра увеличится может быть два раза выяснилось что компании связанные со скандальным недометежником евгением пригожиным продолжают зарабатывать миллионы рублей неужели кремль отправивший чвк вагнер подальше в беларусь африку при этом сохранил боевикам финансирование через госконтракты зачем и сколько продолжают платить пригожину подробнее расскажем в сюжете пригожин продолжает зарабатывать в россии и в этом ему активно помогает государство чвк вагнер она же официально не существует там есть набор компаний которые работают в том числе государства государственные деньги российское оппозиционное издание агентства расследовала каким именно образом и сколько пригожин зарабатывает после так называемого мятежа компании путинского повара заключили госконтрактов не менее чем на два миллиарда рублей пригожинским фирмам удалось за этот месяц не потерять заказы на горячие обеды для школьников подмосковских городах примеру администрация мытищ заплатила 705 миллионов рублей компании социальное питание центр администрация красногорска заплатит 935 миллионов рублей компании прод фуд сервис все фирмы под руководством пригожина продолжил сотрудничать с фирмами пригожина и детский лагерь арте который за питание детей в 2023 году заплатит 260 миллионов рублей комбинату школьного питания то что власти финансировали чвк в том числе через госконтракты на питание военных говорил и сам путин между тем хочу отметить и хочу чтобы тоже мы все знали об этом содержание всей группы ваннер полностью обеспечилась государством из министерства обороны из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу вот только только с мая 22 года по май 23 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании варда 86 миллиардов 262 миллиона рублей и это свидетельствует о том что российские власти вероятно сохранили схему финансирования чвк вагнер и после так называемого военного мятежа как говорят эксперты это вполне логично со стороны кремля вагнер это все-таки полу государственная структура которая финансировалась фактически из государства которая не называлась как государственной структурой то есть как инструмент гибридной войны она в любом случае показала эффективность в первую очередь для фсб частично для министерства обороны частично для групп и соответственно конечно же они его бросать не будут поскольку оно им нужно будет в кремле понимают что вооруженных людей нужно поддерживать и финансировать ведь это тоже такой себе элемент зависимости чвк от государства и казалось бы зачем путину чвк который может пойти против него и зачем прощать пригожина после так называемого мятежа все просто ведь это же зависимость взаимная скорее всего он владеет каким-то компроматом на путинское в окружении скорее всего пригожин является одним из держателей такого общака то есть такой касса на черный день путинской элиты он на контролирует процессы связанные с добычей алмазов золото в африке немного чего другого он является вот инструментом смотрите как пошли там перевороты сейчас в африке он является инструментом в том числе путинской политики и соответственно понятно что путин на может быть хотел от него избавиться но не получается поэтому дальнейшее финансирование пригожина единственный выход кремля хоть как-то быть на одной стороне с чвк госконтракты прекрасная схема чтобы напрямую не финансировать чего к вагнера и до сих пор она работает путин не прощает предательства но только не в случае с пригожиным ведь не путин контролирует пригожина а скорее наоборот боится да он показала ограниченность своей власти он показал что он не всесильный пригожин сильно подорвал его власть путин демонстрирует что он вынужден идти на вот такие вот переговоры фактически с бандитской группировкой чем тем самым показывая российским элитам что он уже не способен управлять ситуации как на него надеюсь эксперты подсчитали что на войну в украине путинская власть и ежемесячно тратит по триллиону бюджетных рублей для сравнения на всю сферу здравоохранения за год выделяют полтора триллиона а тут триллион за месяц однако и этого путину мало и он подключает финансированию агрессии главных спонсоров режима олигархов кто из богатейших россиян и как именно помогает режиму вести войну против украины важное расследование в нашем эфире российский миллиардер олег дерипаска публично якобы осуждает войну россии против украины нужно сейчас восстанавливать этот здравый смес и хоть прямо ни путина не россию в агрессии не обвиняет ратует за мир во всем мире мир очень важен переговоры нужно начать как можно скорее но за напускным обликом великого миротворца на самом деле скрывается не только бенефицар войны бизнес которого дает финансовые ресурсы режиму но и тот кто поставляет российскому диктатору пушечное мясо наемников нужно этот процесс организовать нужен спрос журналисты издания важные истории выяснили кто из кремлевских богачей пополняет добровольцами оккупационные российские силы олег дерипаска леонид михельсон и сергей гордеев михаил гуцериев и другие бизнесмены берут на зарплату добровольцев которые едут на войну компания дерипаски в частности платит часть зарплаты наемникам так называемого добровольческого батальона сокол это чвк часть российских вооруженных сил потому те кто входит в сокол получают зарплату из бюджета как контрактники в армии но еще 100 тысяч в месяц им доплачивает некий спонсор телефонные номера которые сокол в своем телеграме указывает для желающих записаться на войну принадлежат компании русал менеджмент это стопроцентная дочка русала одной из крупнейших компаний россии и одного из крупнейших производителей алюминия в мире ее главным владельцем является олег дерипаска оказалось что за день до подписания контракта с минобороны каждый оккупант подписывает трудовое соглашение с компанией дерипаски и последняя в законном порядке продолжает платить им зарплату они обсуждают это в чатах например доброволец сокол с позывным киев писал что дерипаска устраивает личный состав сокола свои чопы частное охранное предприятие при этом на запрос российских журналистов в компании дерипаски все отрицают однако факт налицо есть конкретные наемники которые числятся в компаниях миллиардера а фактически убивают украинцев на украинской земле пролистывая чат из сокола важной истории нашли еще как минимум двух наемников которые трудоустроены у дерипаски один алексей куприев позывной капа в телеграме он представляется как командир батальона сокол 2 другой владислава ленич бизнес-структура одного кремлевского богача леонида михельсона набирает наемников по схожей схеме менеджеры новотека который к слову антивоенные санкции затронули лишь частично стали рекрутерами одним из них оказался генеральный директор частного охранного предприятия сатурн один которая основана новотеком и от него же получает заказы когда корреспондент важных историй представившись добровольцем спросил у васильева можно ли устроиться через новотек тот ответил утвердительно и уточнил что выплаты идут через фонд мужества 200 тысяч рублей в месяц дополнительно к выплатам от минобороны в том что российские миллиардеры настолько сильно задействованы в войне против украины эксперты ничего удивительного не видят ведь на самом деле олигархи в путинской россии бывают только карманными и фактически олигархами даже не являются очень богатые люди которые контролируют бизнес контролируют большие предприятия экономику они влияют на власть вот это сутный сущность олигархи как в этой ситуации мы должны смотреть на путинский режим нам по-моему все наоборот то есть если ты связан с властью то власть тебя может назначить кавычках олигарх то есть дать какие-либо крупные предприятия на отрасли экономики ты будешь зарабатывать огромные деньги и будешь платить за то что тебя назначили олигархом в той или иной форме лично путина то есть по сути для путина вот эти все так называемые олигархи это по сути инструмент выведения значительных средств за пределы государственного контроля все это еще раз доказывает что в путинской россии нет ни одного богатого человека который был бы вне режима они получают от путина возможно зарабатывать деньги и платят за это виден налогов но не государства лично путину и эти налоги могут опять таки выплачиваться не только и не столько деньгами но и например тем что вот они формируют частные армии а значит так или иначе каждый российский миллиардер участвуют на стороне зла в самой кровавой войне 21 века в войне россии против украинского народа это была программа ваши деньги показываем правду про то как преступный режим путина делает всех россиян беднее спасибо что смотрите нас встречаемся как всегда в эфире во вторник и в пятницу в 16.30 только на телеканале фридом и и Субтитры создавал DimaTorzok